Продолжение следует... Мы как-то попробуем зайти в эту воду. Ну, Господь, благослови нас. Отец, мы благодарим Тебя. Мы поклоняемся Тебе. Мы превозносим Тебя. Ты обещал быть среди нас, когда мы собраны во имя Твое. Спасибо Тебе. Поэтому мы сейчас провозглашаем эту территорию, которая защищена ангелами Твоими. Мы принимаем здесь преимущество Святого Духа во всем этом учении, во всем, что будет здесь сказано, сделано, провозглашено. Мы принимаем служение Духа Святого на этом месте во имя Иисуса Христа. Спасибо Тебе. Слава Тебе. Мы сейчас друг друга благословляем. Кто сейчас есть здесь, кто еще придет, кто прибежит. Мы всю, всю эту территорию благословляем. Пусть тут проявится слава Твоя. Во имя Иисуса Христа. Благодарим Тебя. Аминь. Давайте, Галилуя. Присаживайтесь, пожалуйста. Это тут... Кто тут студенты? Поднимите руку. А кто вольные слушатели? Есть тут вольные слушатели? Ну, совсем вольные, да? Ну, если вы вольные, не будьте безответственными. Конечно, вам тут экзамен нам не придется сдавать. Было у меня пару случаев, когда мы, ну, как бы преподавал студентам, ну, плюс еще, как я и просил, чтобы здесь были все люди, которые захотят послушать. Потому что слушать тут особо нечего. Больше мы, наверное, будем прикасаться к каким-то вопросам под этим флагом. Ну, вот сейчас попробуем. Работает она. Что-то там... Как этот пульт? Ага. О, отлично. Ну, давайте мы начнем сначала. Мы призваны были в это служение очень-очень давно с женой. Ну, может быть, лет 28-30 назад. Это была Швеция. Ну, там, по крайней мере, я голос услышал. Это Солосон, миссия такая. Мы приехали туда, и там нас учили вот этим вот семейным отношениям. Я первый раз попал на такое системное обучение. Плотно так, с утра до вечера нас учили две недели. Вот. Это хороший такой материал был. И там нам всем тетрадки, ручки выдали. Мне братья сказали, ну, поедь в Швецию, отдохни. Поэтому я там как бы настроился вот так вот, как вольный казак. Вот. Ну, жена там все конспектировала. А я кораблики рисовал. Вот. А потом я слышу, Господь мне говорит, ну, нет, я хочу вас призвать на это служение. И поэтому я уже кораблики не рисовал. Мы три раза ездили в Швецию. Потом, почему я про это говорю? Мы имели, получили от них очень системное такое, ну, я думаю, продуманное учение о браке. Когда мы начинали, никакой литературы толком не было. Вообще не было литературы. Ну, и поэтому мы оттуда привезли это все. Знаете, какие прозрачки, такой проектор, ну, лампа такая, и ты прозрачку уложишь, а она проектирует. Ну, кто-нибудь тогда еще помнит, когда такое было. Ну, вот мы еще и проектор с собой даже привезли, там, гуманитарки его нашли. Не поленились тащить его через три страны. Ну, в общем, все было чудесно. Но потом, как-то мне со временем стало грустно, так как я был тогда уже одним из пастырей в Вифании, Краснодарской, а в ней было там где-то по две тысячи уже. Мы начали ее где-то, вот, наверное, в девяносто восьмом году в Вифанию. Там была группка двадцать человек, вот, одна девушка молодежь. А когда вот мы уже там начали учить в Вифании, мы вывозили на конференцию триста супружеских пар, двести. И вот такое начало было, такое многолюдное, там, конца и крайне. И это были все люди из Вифании, супруги из Вифании. И мы доучились до того, что я понял, что что-то тут не то. И, знаете, я как-то даже заунывал, потому что есть люди, которые на нашей конференции ездили там по пять раз, по семь раз. И одну такую чудесную инженерную парочку, они оба инженеры, они все конспектируют, у них все так, технари такие. И я говорю, ну и как что-нибудь поменялось? Она говорит, нет, пастырь, ничего. И я думаю, Господи, и чего же это я такое делаю? И потом, знаете, я понял, что надо вообще все менять. И сегодня наша конференция, она же называется «Служение Духа», где в центре семья. Мы как раз будем касаться не вопросов теологии, а вопросов исцеления, обновления, исполнения. Вот эти все дни, что Господь нам даст, мы будем ожидать, и не только ожидать, но действовать вот в таком духовном помазании. больше всего чудес в нашей практике произошло на супружеских конференциях. Люди исцелялись от рака, люди вставали с колясок, люди получали серьезное исцеление. Вот совсем недавно, я не помню, может два, может полгода назад, я уже даже город забыл. Вот так вот сидела тут публика, примерно сколько у вас, может чуть больше. Я обычную сессию, не помню, на какую тему, кажется, о детях говорил. Дух Святой начал мне говорить, что он сейчас кого-то там исцеляет от раковой опухоли. Такое слово знания, вам знакомо, это очень хорошо. Прошло такое слово знания, я не вижу этого человека, но знаю, что Бог это делает. Я говорю, тут кого-то Господь прямо сейчас от рака исцеляет. Ну и там где-то вот прямо в самом конце начала женщина кричать, это я, это я, а у нее тут подколенка, кажется, да, на правой ноге опухоль раковая, прямо подколенка. И там вообще врачи не знали, что делать, там откачивали эту жидкость, а в ней трое маленьких детей. И она исчезла моментально, вот раз ее не стало. И поэтому там как-то все сразу пошло немножко в другом ключе. Знаете, вера под... Когда Бог славу свою проявляет, у нас вера сразу поднимается. Мы понимаем, что он тут что-то, ну, его присутствие, значит, он хочет что-то от нас. И так же вот в Красноярске, откуда мы два дня назад прилетели, то есть в понедельник, так же мы только начали, и Бог стал исцелять. Женщина в углу сидела. Поэтому не удивляйтесь, если все начнет как-то так необычно происходить, и что-то с вами будет здесь делать Дух Святой, вообще не удивляйтесь, просто ныряйте туда, там, кричите, топайте, прыгайте, все нормально, подождем, успокоим, а потом дальше пойдем. Аминь, да? Вот, поэтому это нормально. Поэтому эта конференция называется «Служение Духа». Давайте скажем Духа. Духа. Где в центре семья, просто другого варианта я просто не вижу. не вижу. Если Дух Святой что-то делает, сделает, это мы уедем, а вы другими останетесь. А так, если просто голову вашу кормить, фактически я вас разочарую, я ничего нового вам не расскажу. Вообще ничего нового. Ну, может быть, там, процентов пять, в дерзновении каком-то, прорвусь куда-то в какую-то область. Потому что двух одинаковых конференций не бывает. Вот я приезжаю со всем материалом, почему я прошу, чтобы где-то нас отдельно поселили. спасибо за чудесную квартиру, где вы нас поселили. Мы в разных местах жили, от пятизвездочных отелей до палатки в лесу. В лесу проводили супружеские конференции и жили в палатке, отбивались всю ночь от комаров, там всякое приключение было. И тут, знаете, ну, наверное, очень важно, чтобы работа происходила, и я приезжаю, и что мы делаем? Я просто, ну, начинаю молиться, говорю, Господь, вот мы приехали на новую территорию, вот это я собираюсь сказать. И я начинаю все презентации переделывать под ту территорию, в которой вы являетесь. То есть, знаете, чем учительское помазание отличается от системного? когда в тебе есть дар учительства, Бог через тебя будет говорить то, что необходимо вам сегодня здесь в это время. Можете аминьно это сказать? А системное ученичество это когда у тебя есть конспекты, тема одна, тема другая, тема третья, и куда ты бы не приезжал, ты все время говоришь эти вот, ну, как бы темы, которые у тебя они там спланированы, как бы, ну, как сказать, система есть, да, каркас есть, но откровение, вот, жена меня везде сопровождает, она тоже участвует периодически по сильно большому откровению, когда она начинает говорить, все понимают, кто тут учитель, я или она, вот, и поэтому она-то как-то прорывается вперед, но это не бывает, вот, ну, сколько лет мы уже служим, она может вам дать свидетельство, что двух конференций одинаковых не было, поэтому мы будем здесь рассчитывать, ну, вот, смотрите, ой, куда-то я забежал, вот, сейчас очень важно нам кое-что сделать, в чем суть этого согласия, всегда очень плохо, что есть люди, которые впрыгнут в этот вагон завтра или послезавтра, или придут вообще под занавес, потому что они думают, что они такие духовные, они такие продвинутые, или другой вопрос, они думают, что они такие занятые, и потому что, ну, если ты желаешь, то ты найдешь возможность, если не желаешь, у тебя будут две тысячи причин, чтобы не пойти, можете мне на это сказать, все зависит от жажды, поэтому здесь мы стартуем в одном составе, финишировать будем в другом составе, это плохо, потому что самые помазанные конференции были с людьми, которых мы вывозили, им соскочить никуда не было возможности, вот, мы их как бы взяли в плены, вывезли на четыре дня, вот, и там они все были в таком лагере, концлагере, и сбежать оттуда было невозможно, но мы делали так, чтобы им было интересно, но это были самые помазанные конференции, потому что человек был от начала до конца, он, как, знаете, вот у Изекииля, там, 47 глава, они по этому потоку шли по щиколотку, потом, возможно, по колено, кто-то в это время выбежал вообще на берег, не выдержал, потом обратно зашел, и мы там вот так варились в этом соку, и многие люди получали благодать на благодать, мы не очень давно были в Пскове, там Залуцкий есть такой епископ Николай Залуцкий, ну, один из заместителей начальствующего епископа Гробовенко, мы там проводили конференцию, они нам приятную такую весть написали потом, когда мы приехали в Ростов, наша, говорит, жизнь поделилась до вас и после вас, то есть мы жили вот так вот в семьях до вас, а потом мы поняли и приняли и где-то Бог нам мозги на место поставил и мы стали жить по-другому, не просто вас послушали как забавных певцов, а Бог к нам прикоснулся, и мне один брат говорит, я так влюбился в жену свою, как будто вот мне, как будто я месяц назад с ней познакомился, это было что-то, это любовь меня просто распиралась, вот как будто, ну я не знаю, я все время теперь хожу такой вот возбужденный, я говорю, ну это же плохо кончится, ты не можешь там все время возбужденным быть на свою жену, он говорит, ну пока хватает сил, да, но что-то, что-то очень, очень важное может с нами произойти, аминь, аминь, вот и пойдут ли двое вместе, не сговорившись между собой, это, ну, давайте, это МОЗ, 3,3, известный стих, давайте мы сейчас на нем не будем, я некоторые вещи буду быстро проходить, потому что вообще сам материал рассчитан на 20 часов такого, ну, плотного учительства, ну, я не думаю, что есть в этом нужда, вот, ну мы будем выборочно касаться этого всего, истинно, также говорю вам, что если двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле, то чего бы не попросили будет им от Отца Моего Небесного, ибо где двое или трое собраны во имя Мое, там я посреди них. Известное такое мощное духовное заявление нашего Господа Матвея, 18 глава, 19-20 стих. Вот это согласие, вот это душевное внутреннее согласие, я сейчас я хочу настроить вас, даже я не знаю, вот, на каждой конференции это как-то по-особенному происходит, но если вы сегодня в сердце своем, ну, как-то пожелаете, вот, ну, вот, вот прям сильно пожелаете получить что-то от Господа здесь, и мы вместе согласимся вот с этой жаждой, то будет вам говорить Господь. Он уже может вот сейчас начать исцелять, обновлять. Обычно, знаете, с чего начинается конференция в области проявления силы Божьей, кому-то он исцелит позвоночник. Вот я просто, знаете, по позвоночникам специалист в последнее время. Если у кого-то что-то там, ну, как-то с позвоночником не здорово, то уже открывайте свое сердце, потому что сто процентов на этой конференции Господь будет ремонтировать позвоночники. А потом, может быть, там еще другое зацепит, заодно там от поджелудочной железы до половых органов или еще суставы, аллергия, все сопутствующие, так сказать, процессы. Не удивляйтесь, если, например, я просто рассказываю что-то, а у вас по спине такое пойдет или тепло, или мурашки такие. Это просто, знаете, что Бог уже немножко корректирует ваш позвоночник. Это вообще не удивляйтесь. Просто скажите, у меня тут что-то с позвоночником происходит. Можно прервать и помахать рукой. Уже никого не хочется ничего такого сказать. Тогда подождем. То есть согласиться, согласиться на эту глубину, согласиться на вот это необыкновенное Божье прикосновение, потому что это то, что нас делает другими. Не самая продвинутая, самая такая духовная, самая ну какая-то осведомленная проповедь никогда с вашим сердцем не сделает того, что одно Божье прикосновение. Вон один раз я 45 лет верующий, я помню все эти потрясающие прикосновения его. когда он куда-то меня на небо закидывал или я был в его присутствии так, что вообще забыл, что на кафеле стою уже несколько часов. Я помню эти моменты, они были в юности моей, они были вот, и сколько всяких было переживаний на конференциях, на пророческих. Я был на очень масштабных у Тибет Джошева в Канаде Стражи нации. Это были потрясающие конференции, когда несколько тысяч человек там вообще вот в таком находились. Ну и что, приезжал оттуда кулаки вот так вот, весь такой продвинутый, думаю, ну сейчас все, город рухнет. проходила две-три недели, ты в колею свою нырял и на той же лодочке продолжал грести иногда вилками даже. Помню. Поэтому давайте поговорим о наших ресурсах и пойдем быстро дальше. Какие у нас ресурсы вот сейчас здесь есть? Первое, мы уже о нем говорили, это сила согласия. Просто вот давайте согласимся. Вот всех, кто согласен по машину, мы все соглашаемся ожидать. Вот держи это согласие в своем сердце. Ну, сила единства, единство это более сложный процесс, он вот так на голову не свалится. Ну, для единства нужно время, нужно знать друг друга. Вы меня в основном первый раз видите, ну, кроме некоторых, здесь. Кто вообще первый раз меня видит здесь? Вот, видите, 95 процентов. Ну, вот тут есть два парня, которые у меня даже в доме были. Ничего, я не секретную информацию открыл. Ну, и сила молитвы. Я тут могу этот список продолжить, какие могут здесь силы проявиться. Ну, сила мотивации, да, сила Божьей благодати. Но вот то, что мы можем включить, это согласие. Для меня оно важно, пойдут ли двое не сговорившись. Поэтому давайте мы будем, давайте мы сейчас, вот то, что я сейчас буду говорить, один, два, три, школа, школа, студенты, запомните, пожалуйста, там где-то, я буду, когда, я студентам буду говорить, вот это запишите, вот это запомните, хорошо? Вот, это как материал ваш будет для, вот это первое, второе, и третье, и вольные, и невольные, запомните, пожалуйста. Мы будем возвращаться к этому все три дня, мы будем сейчас как бы принцип говорить, о принципе говорить. Что мы будем ожидать? Первое, мы будем ожидать, ну, есть области, как ни странно, в нашей жизни, где нам надо избавиться от невежества. Невежество, знаете, от чего приходит? От незнания. Обычно невежда и называют человека, который не знает, но при этом он думает, что он знает. Вот это такая дикая форма невежества. Я все знаю, а на самом деле ты, как Павел сказал, ничего, как должно, не знаешь. Первое. И поэтому для этого мы будем что здесь делать? Учиться, ликбезом заниматься, ликвидацией безграмотности в какой-то области, скажи вместе со мной, в какой-то области. Да, и я вас сразу хочу предупредить. Здесь будет такое, знаете, иногда, будьте здоровы, точечное откровение. Почему я его так называю? У тебя должна быть ручка и бумага. Вот как нету бумаги. тут ну вот, ну как бы, у кого нету бумаги? Вот там я заметил у вас бумажечки есть. Это что я сейчас говорю? Пожалуйста, будьте внимательны. Вам Бог что-то скажет лично. Вот когда ты услышишь, я даже этого может быть и не буду замечать. Я не буду говорить, это вот тебе сейчас Господь говорит. Он тебе скажет, обязательно, запиши это, пожалуйста. Вот запиши это, пожалуйста. И не просто запиши, ведь чем, например, почва добрая отличается от почвы недоброй. Помните притч о сеятеле? Потому что добрая почва это когда вы получили слово и храните его где в чистом сердце и приносите плод в терпении. Так говорит Слово Божье. Во всех трех синаптических Евангелиях это с небольшой интерпретацией почти одно и то же говорится. Значит, для этого мы будем учиться. И когда ты получишь это слово, запиши повесь, у меня в кабинете есть такая доска с пробки и туда легко прикалывать. Прикалите и прикалывайтесь возле этой надписи. Заходишь, смотришь, читаешь, Господь помоги и пошел. Аминь? Тогда ты будешь тем прилежным учеником, хорошим учеником. Вторая область, вторая цель. она мы сейчас понарастающей. Вот первое это самое легкое. Просто быть прилежным учеником. Второе это сложнее. Есть области в нашей жизни, где нам надо принять важное решение. Давайте скажем, важное решение. Это тоже найдет на тебя и сила Всевышнего осенит тебя и Господь тебе тихо скажет, сынок, вот теперь или дочечка любимая, тебе теперь немножко надо правее взять или левее, или остановиться, или пойти, или побежать. решение. Бог будет тебе производить это действие по своему изволению. И ты поймешь, мне надо это принять. Знаете, мне надо Господь в какую-то область ложит руку и говорит, оставь. Это мешает тебе духовно расти. Это мешает отношениям с женой. Это тебе мешает отношения с детьми. Ты тут тормози же, причем по полной программе. И ты иногда даже этого не видишь. И вдруг он раз руку ложит. И ты говоришь, Господи, я хочу тебе послушаться. Это будет принятое важное решение. Я несложно говорю. Вот, знаете, я постараюсь говорить как можно проще. А потом мы почувствуем, как мы можем дальше идти. И ты принимаешь решение. И проблема вообще этой ситуации остаться в этом решении. Вот я когда решил один раз похудеть, я весил 95 или 93, и жена уехала в Америку на 3 месяца. Заворожила как-то, обояла меня. Я отпустил ее легко, через неделю пришел в себя, думаю, что же я сделал. Звоню ей, давай, прилетай обратно. Она говорит, нет, билет только в конце лета. Я вначале унывал, а потом думаю, ну, надо что-то делать, иначе засохну. И решил похудеть, ну, и там еще кое-что сделать по дому. И реально занялся. Ну, и за 3 месяца похудел на 12 килограмм. Ну, мне сказали, что это много для 3 месяцев. Но церкви все думали, что я сохну за ней, прямо на глазах, на глазах у всех. Вот. И начали потом, когда она приехала, что бросила пастыря, он чуть не засох, тут не умер. Приятно было слушать. Вот. Истинная причина, что я там бодифлексом занялся, я после 6 не ел, я 6 дней в месяц пастился. Ну, в общем, у меня система была. Но знаете, что я понял? Удержаться сложнее, чем сбросить вес, особенно мужчине. Мужине не трудно сбросить вес, но удержаться потом в этом весе сложно. Вот когда вы примите решение, его вообще решение не трудно принять. Помните, Марк Твен написал, я говорю, каждый день 12 раз бросаю курить. Да, нет ничего проще бросить курить. Я говорю, каждый день по 12 раз бросаю курить. Бросил, закурил, бросил, закурил. Вот это так же, вот это вот, ну, как бы, нетрудно. А вот удержаться это сложнее и да поможет вам Господь. Если вы победите в каких-то маленьких вещах, вы что, вы приобретете опыт победителя. Вот как человек впадает в уныние, потому что он приобрел опыт проигрышей, он тут проиграл, он тут проиграл, он тут экзамен не сдал, он там не туда пошел, и он приобретает опыт неудачника. Вот здесь, да, опыт духовного неудачника. И его вера, она разрушается мало-помалу от этого опыта. Ну, когда вы в малых вещах одерживаете победу, в малых вещах, мало-помалу, помните, как Господь сказал, я этих диких зверюшек буду прогонять из вашей жизни, мало-помалу, и поэтому это очень важно. Пойдем дальше. Третий вопрос, он еще более интересный. А в чем он заключается? Смотрите, есть области, где нам надо получить сверхъестественное исцеление через его прикосновение и действия даров Святого Духа. Я вам скажу, учительство почти ничего не стоит, если оно не сопровождается Божьим присутствием. Еще раз повторю, ученичество и учительство почти ничего не стоит, кроме головника. Если оно не сопровождается Божьей печатью. Я вообще давно-давно уже считаю, что Божья печать заключается в том, когда ты говоришь истину, то эта истина сопровождается знаками Божьими. То есть Марка 16, они пошли проповедовали Евангелие и что там написано? И знамения и чудеса сопровождали их слово. Там не было отдельного слова, как мы сейчас четыре духовных закона рассказал грешнику, выбил с него молитву покаяния и думал, что ты уже победил в духовном это. Это отдельное. мы сейчас очень обеспокоены и двигаемся в этом помазании в церкви. Мы его называем пророческая евангелизация. Когда ты в Духе Святом можешь видеть человека, сказать ему имя, сказать о его проблеме, и это потрясающе цепляет человека. Вы здесь, да? Я думаю, что вы с этим знакомы, как и мы. Ничего нового, я же вам обещал, почти ничего нового. Я вам не расскажу, но вот, хотя, кто его знает. И вот тут нам нужно вот это прикосновение. Поэтому все три дня мы будем первое учиться. Вы будете вместе с нами принимать решение. Мы так благодарны Богу, с Олей, что мы каждый раз сами еще и с вами учимся. И я вот, понимаете, с года в год все больше и больше ее люблю, потому что вот учусь. Ну, здорово. Если ты перестал учиться, ты уже духовный старичок, и Бог тебя забирает на нем. поэтому я встречал людей, которые все знают, всех учат, а сами не учатся. Я заметил их Бог быстро на небо, пока не навредили Царству Божьему. Такие духовные стариканы. А пока ты учишься и учишь, ты в движении. И происходит омоложение, происходит развитие. Слава Богу! Поэтому мы тоже здесь будем с вами учиться. Я много мог интересного рассказать, когда во время обучения я получал откровения для себя. Я прибегал домой и быстро открывал компьютер, находил эту презентацию и вносил коррективы туда, потому что во время сессии я получил откровения. Раньше я не учил об этом. Я, знаете, как дорогоценную жемчужину вкладывал вот в эту презентацию что-то еще такое, что получил от Господа. И когда я получил от Господа, я становлюсь смелым, как лев. Помните, Павел говорит, я от самого Господа получил то, что я вам передаю. И тогда ты можешь кому-то вбить это, как гвоздь. Помните, слова праведника, как битые гвозди. И тогда ты что-то человеку вбил, он ходит, а тут у него... и он никак не вытащит ее, пока не изменит свою жизнь. Аминь. Почему мы здесь? Почему мы здесь? А у нас есть причина, у нас есть личное свидетельство великой милости, силы и верности Господней в области супружеских отношений. «Знаете, вы, говорит, примите силу, Лука пишет деяние святых апостолов, когда сойдет на вас Дух Святой». Для чего? Чтобы быть свидетелями. Свидетель – это очень сильное оружие Божье. Когда ты просто теолог или теоретик, у нас друг был по молодости Валера, он сам не женатый был, а всех женатиков учил, как надо жить. И так он учил убедительно, что все думали, что он учил, эксперты, специалисты. Один раз его спросили, а ты сам-то женатый? Он говорит, нет. Уходи отсюда во имя Иисуса. Ну да, ну балабол какой-то, потому что все знает про любого, сам никогда ничего не делал в этой сфере. Поэтому мы сегодня здесь свидетели. Почему мы свидетели? 45 год. Это я так сумел написать, да? 45 лет, да? Ну вот видите, мои несовершенства здесь. Ну 45-й год. Ой, спасибо, брат. 45-й год супружеской жизни. Ну все правильно. Он еще не летом будет, в августе месяце будет у нас юбилей. Мы свою серебряную свадьбу в лагере профукали. Она в котле что-то детям. Детский лагерь, я директор, она там повариха, и мы там что-то. И тут прибегают дети и говорят с серебряной свадьбой, а мы так, а что у нас сегодня? Да, у нас сегодня серебряная свадьба, но 45 лет мы должны как-то отметить. В Новосибирске. О, что-то застряло так. Вот так было в начале. Обратите внимание на красоту мою, про нее так. Вот видите, вам сейчас легче поверить, что я когда-то молодым был. Вот так это было. А теперь вот вот так вот стало по прошествии немногих лет. То есть за 11 лет мы родили восьмерых детей, 5 сыновей и 3 дочери. Вот это вот тут лазерная указка не работает на этом самом мониторе. Ну вот мы родили восьмерых детей, ну примерно вот так вот это все. Тут не все, далеко не все, ну примерно вот такая вот орда. 15 внуков у нас сейчас на сегодняшний день. Дети все взрослые, то есть ну судя по возрасту половина из нас мне в дети годитесь. Ну вот такой путь. И сейчас я хочу кое-что вам предложить. причем это и возвратил Господь потерю Иова, когда он помолился за друзей своих и дал Господь Иову вдвое больше того, что он имел прежде. Вот интересно это то, что я множество раз читал и вдруг меня Господь остановил на этом десятом стихе и как-то стал со мной говорить. Это потрясающая книга, книга его самая древняя, считается богословами в Библии. Иов имел какую-то определенную позицию и когда пришли его трое друзей, они конечно естественно заняли сторону Бога и вот эти 38 глав обвиняли Иова, не считая, что Иуй там еще шесть глав там тоже там умничал, но самый молодой среди них. А потом того вообще Бог не имел в виду, а вот этих трех он говорит, пойдите к Иову и пусть он за вас помолится, иначе беда у вас, потому что вы не так точно говорили обо мне как раб мой Иов. Иов взял и помолился за них. И написано после этого, я думаю, здесь открывается еще одна возможность, которую мы сейчас можем здесь использовать. Как-то в Анапе мы один период проводили регулярные годовые конференции, мы увозили людей из Ростовской области, но иногда люди приезжали из других краев, по 3-5 тысяч километров, и там была большая конференция четырехдневная в Анапе на берегу моря, а мы пансионат снимали, все жили парочками в хороших таких номерах, днем купались, а вечером, утром мы с ними. И как-то мне один раз Господь сказал, когда ты будешь куда-то приезжать, ну, например, в Краснодарский край, Анапа – это Краснодарский край, Ростов, где мы живем, это Ростовская область, если вы будете приезжать куда-то на другую территорию, ну, например, на Камчатку или Калининград, то каждый раз молись за эту территорию, за все супружеские пары, за верующих и неверующих, и я буду высвобождать мою силу. Мы сегодня находимся где? В Новосибирске. И у нас есть возможность благословить всю эту область, да? У вас область, да, Новосибирская область? Всех супругов, верующих и неверующих, потому что это есть Божья воля. и мы не знаем, что там произойдет в духовной сфере, но это будет сильная жертва. Я обычно это не рассказываю, но хочу поднять вашу веру. У меня было такое переживание, Оля была свидетелем, я был одним из спикеров на Кайноне, а Кайнония это одна из церквей краснодарских, проводила каждый год 10 лет подряд конференцию отдыха, Кайноне она называлась, греческое слово общение, и там люди съезжались с разных городов, бывало так с 75, с 80 церквей России, ну где-то может быть тысяча человек, была большая палатка на 3000 мест, и люди общались, отдыхали, молились, знакомились, а вечером было служение, служение длилось 3-4 часа, 5 часов, ну все отдохнувшие вечером, и каждый раз новый спикер и новая группа прославлений, это было 8-10 дней подряд, это где-то примерно начиналось со 2 сентября по 10 сентября или по 12 я лет 5 наверное там спикером был, да, да, и ну спикер это как бы основной проповедник одного вечера, и вы знаете, я проповедовал и вдруг Господь мне сказал позови сюда беременных, ну я думаю лучше слушаться, вы заметили да, что Господа лучше слушаться по-хорошему, вот, и я говорю тут есть кто беременный, ну там подняли там 10 рук может быть и вышли эти беременные, беременность у них уже ярко проявленная была, это не такие там где-то там я знаю, я догадываюсь, что я беременна, они были реально беременными вот, там на седьмом, на восьмом месяц, я попросил, чтобы мужья стали и положили руки на своих детей, они стали сзади своих жен и положили руки на беременных, на животы своих жен, на детей своих, которые еще там внутри, а я не знаю, что дальше делать, то есть Господь сказал, пусть вот это они сделают, и тут вдруг на меня сходит Дух Святой, я начинаю ощущать его каким-то удивительным образом, я начинаю молиться и говорить этим детям вместе с мужьями, с женами о том, что мы их любим, они желанные, мы ждем вашего появления, мы с нетерпением этого ждем, мы вас любим. Я заметил, что это каждое слово было как вбитый гвоздь, это что-то было такое, и вдруг я в Духе понял, что это молитва против проклятия за все аборты и убитых детей на большой территории. Я тогда понял, что Богу не важно количество этих беременных женщин, которые ждут и любят своих детей, нужно был противовес вот этому всему отвержению вот этой все нежелания родить детей, вот эту способность матери убить своего ребенка и принести его в жертву Малаху. И Богу нужно было, чтобы с этой Кайнонией поднялась молитва заступничества и ходатайства. Помните, говорит, чтобы я вернул Малахия последняя глава, последний стих Ветхого Завета, чтобы я вернул сердце отцов детям и сердце детей отцам, чтобы я придя не поразил землю проклятием. Вы меня хорошо слышите все? Землю проклятием. Так вот, это Бог нашел там нас, чтобы мы подняли эту молитву в противовес всему тому национальному проклятию. Знаете, я сейчас не на это внимание хочу обратить. Богу важно было не тысячу беременных женщин, а всего их там 8-10 было, а абортов сделанных в национальном масштабе, я не чувствовал всю Россию, но какую-то территориальную причастность их может быть тысячи было, десятки тысяч. Но Богу нужно было, чтобы кто-то принес эту жертву заступничества. Я несложно говорю, вы меня понимаете. И поэтому не важно, сколько нас здесь, важно, что мы сейчас по откровению помолимся за вашу территорию и благословим всех супругов, верующих и неверующих, чтобы Бог, с одной стороны, у нас есть маленькая користь, чтобы Бог благословил, как его, у нас в два раза больше. Но с другой стороны, это священное действие в Духе Святом. Я уверен, что кто-то не разведется, кто-то не убьет своего ребенка, кто-то правильно выйдет замуж и женится. И мы возможно в вечности встретим этих людей. Этот человек будет знать, кто-то за меня помолился. Я верю в силу такой молитвы. Давайте мы встанем. Хорошо бы, если бы завтра помолился, как-то без гуслиста прям почти не могу. Я хочу попросить, чтобы кто-то из пастырей помолился. Может, ты именно этой молитвой за... Есть еще микрофон или нет? Ладно, давайте тут все, давайте я помолюсь. в общем, мы не совсем готовы к священному действию здесь, к такому необычному. Вы, наверное, думали, что тут просто лекция будет. Давайте мы серьезно помолимся за людей, как за свою душу, как будто это за твоего ребенка или за твою маму родную. Отец, мы сейчас поднимаем Духи Святом. Моление во имя Иисуса Христа. Наши ноги стоят здесь, на этой территории Сибири. Это Новосибирск. Это земля наша. Здесь стоят наши ноги. И мы сегодня молимся за все семьи в этом регионе, в этой области. Во имя Иисуса Христа мы благословляем каждую семью, каждый дом, каждого человека, который в браке. Во имя Иисуса Христа мы провозглашаем благословение. Сегодня премия это как благовонное курение, как ходатайство пред лицом Твоим в Духе Святом. И да высвободится Твое благоволение Небесного Отца за этих людей, которые живут здесь, чтобы мы не видели разводов. Мы сегодня восстаем против Духа убийства. Мы восстаем против Духа разводов, против Духа феминизма. Во имя Иисуса спасибо Тебе, спасибо Тебе, спасибо Тебе. Пошли ангелов Своих, пошли Духа Святого, да придут при Твою лицо тысячи молитв христиан на этой территории, которые молились и благословляли семьи во имя Иисуса Христа. Мы запрещаем дьявол поражать семьи, мы запрещаем извращать представление о евангельском христианском браке. И мы благодарим Тебя, что благодать Твоя сейчас изливается во имя Отца, Сына и Святого Духа. Аминь. Давайте дадим ему аплодисменты. Аминь. Присаживайтесь. Вот уже оно пришло. Только помолились за кого-то и тут уже благодать. Давайте мы сейчас примем помазание исцеляющее. Просто склони голову. Спасибо Тебя, Отец. Мы переступаем через эту черту, которая обычно мешает доверительно прикасаться к Твоим ризам, к Твоим ранам. Мы сегодня говорим слова пророка Исаии. Да сбудется реченое через Него. Ты взял наши немощи и понес наши болезни. И ранами Твоими мы исцелены. И мы заходим на эту территорию, когда это слово сбывается, когда это пророческое слово становится реальностью в этом здании, в этом храме по вере нашей и по благодати Твоей во имя Иисуса Христа. Пожалуйста, папочка, делай это все три дня на всех уровнях, во все сферы, Господь, чтобы исцелялось наше мышление, чтобы исцелялись наши эмоции, во имя Господа, чтобы исцелялись наши тела. Аминь. Аминь. И когда это будет происходить, ну, или мне Бог будет давать знать, или вам будет давать через ощущение, но я уже, знаете, имею такое слово знание, что два таких фундаментальных момента будут здесь происходить. Скорее всего, это будет уже начнется сегодня, завтра, послезавтра. Пожалуйста, обратите на это внимание. Исцеление, сильное исцеление от прошлого. Я вижу здесь такую картину, когда многие из вас очень сильно подвергаются крикам или ощущениям, или страхам из прошлого, из вашей прошлой жизни. Оно как-то достает вас. Я не говорю, что всех, но здесь есть люди, которые оглядываются на эти окрики из прошлого. Это мешает вам жить в настоящем. А если учитывать, что у многих прошлая жизнь не была кудрявой такой, высокодуховной, то это серьезное ощущение. на всех наших конференциях Бог освобождает людей от прошлого, от низкой самооценки, от низкой самооценки. Когда дьявол загоняет куда-то и говорит, да, ты неудачник, ты неудачница. Это что? Ты играть будешь или петь? А, танцевать. Сейчас уже перерыв, да, звоночек был, договорю саму мысль. Это первое, это низкая самооценка, это зависимость от прошлого, что Бог хочет, чтобы ты жил настоящим. И не сильно мечтал о будущем. Потому что у нас мечтатели тут особенно мы харизматы прямо все мечтатели. А Господь говорит, не мечтайте о себе, надо сильно жить в настоящем, прям сильно жить в настоящем. Аминь, да? И я вижу, что сильное исцеление будет от сиротства. от сиротства. Через нас Господь дал нам это помазание. Многие из вас будут получать благословение отцовства. Благословение отцовства. Некоторые парни тут уже испытали, что такое благословение отцовства. Это имеет право получить каждый. Если ты в этом двигаешься, это будет более высокий уровень. А кого-то прямо накрывает это тотальное сиротство. Это вообще то, ради чего мы приехали. Чтобы вы получили помазание отцовства здесь. Чтобы оно работало во всей церкви. Через вас и пошло дальше. Потому что Бог сегодня поднимает поколение отцов. Он восстанавливает отцовство Христовой церкви в России. Аминь. Ну давайте пойдем на перерыв.